Девчонки Скейтбордингом подружки Надя и Камила увлеклись два года назад. За это время они научились выполнять разные трюки, но и сменили немало колес от своих досок, ведь тротуарная плитка беспощадно приводит их в негодность. В Звенигороде площадок для спортсменов-экстремалов нет, поэтому девчонки стараются уехать из города. Ездим мы только в Ершово, Одинцово, Москва, потому что тут ближе ничего нету. Правда, еще родители волнуются, что мы так далеко езжаем, да и все это затратно. Беспокойство родителей понятно. Отпустить детей, толкаться в электричках ради того, чтобы покататься на скейтборде – занятие хоть и полезное, но для несовершеннолетних небезопасное. Тем более, что в шаговой доступности от дома подружек есть сквер на улице Советской. И теперь он станет центром притяжения всех спортсменов Звенигорода. Общая площадь скейтпарка – более 400 квадратных метров. Покрытие планируется из высокопрочного бетона. Рампы, памп-треки – всего здесь разместят шесть элементов, чтобы спортсмены могли оттачивать трюки уличного катания. Площадка сможет порадовать не только скейтбордистов, но и роллеров, а также любителей самокатов. С инспекцией сквер посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Скейтпарк строится по программе нашего губернатора Андреевича Воробьева «Спорт в Подмосковье». Мы тратим деньги, которые выделяет Московская область с нашим софинансированием. И 15 июля эти работы закончим. Мы будем открывать вместе с детьми этот компактный, уютный объект в действительно красивом месте в парке. И если скейтпарк строят с нуля, спортивный комплекс «Кавалергард» пока стоит без капитального ремонта. Здание расположено в самом центре Звенигорода, ему уже более 40 лет. Здесь проходят уроки физкультуры для учащихся православной гимназии, занятия по акробатике, танцам и тренируется юношеская баскетбольная команда. Это еще одна точка притяжения спортсменов, которая не останется без внимания властей. Также в ходе инспекции Андрей Иванов посетил легендарный стадион «Спартак». Проектировщики представили несколько вариантов благоустройства территории с восстановлением стадиона, с строительством детского городка, с дополнительными площадками под баскетбол, под волейбол и под хоккей. Посмотрели несколько вариантов, дали свои замечания, в том числе добавили благоустройство набережной. Футбольное поле стадиона «Спартак» помнит бутсы известных советских и российских футболистов. После реконструкции объектов «Звенигород» будет звенеть не только колокольным звоном, но и гулом спортивных трибун. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...